Здравствуйте, ребята! Меня зовут Марьям Абдулаевна. Приглашаю вас на урок русского языка. Тема нашего сегодняшнего урока – второстепенный член предложения определения. Итак, ребята, сегодня мы познакомимся с понятием определения. Проведем наблюдение над ролью определения в речи. Будем формировать умение находить определение в предложениях. Мы с вами знаем, что такое главные члены предложения. Главным членом предложения относятся подлежащие и сказуемые. Подлежащие обозначает о ком или о чем говорится в предложении и отвечает на вопросы кто или что. Сказуемые – это такой главный член предложения, который обозначает, что говорится о подлежащем и отвечает на вопросы что делать, что сделать и так далее. Подлежащие в предложении мы подчеркиваем одной чертой, а сказуемые подчеркиваем двумя чертами. Послушайте, пожалуйста, отрывок из стихотворения Боротынского. Шумят ручьи, блестят ручьи, Взревев река несет на торжествующем хребте, поднятый ею лед. Рассмотрим первое предложение. Шумят ручьи. Найдем грамматическую основу в этом предложении. О чем говорится в предложении? Что? Ручьи. Это подлежащие. Что говорится о ручьях? Ручьи что делают? Шумят. Это сказуемые. В этом предложении два слова. И оба главные члены предложения. Такие предложения, которые состоят только из грамматической основы, из главных членов, называются нераспространенными предложениями. А теперь давайте послушаем отрывок из стихотворения Сергея Есенина. Черемуха душистая с весною расцвела. Давайте в этом предложении тоже найдем грамматическую основу. О чем говорится в предложении? Что? Черемуха. Это подлежащие. Что говорится о черемухе? Что сделала черемуха? Расцвела. Расцвела. Это сказуемые. В этом предложении, кроме подлежащего и сказуемого, есть еще слова. Оставшиеся слова. Это второстепенные члены предложения. Если в предложении, кроме главных членов, есть еще и второстепенные члены предложения, такие предложения называются распространенные. Сегодня мы с вами будем говорить о второстепенном члене предложения. Мы будем говорить об определении. Мы знаем, что существует три второстепенных члена предложения. Определение, дополнение и обстоятельства. Итак, послушайте стихотворение. Признак предмета или явление обозначает определение. Чей и какой? Вопросы просты. Лишь не хватает волнистой черты. Определение, ребята, это второстепенный член предложения, который отвечает на вопросы «какой», «какая», «какое», «какие», «чей». Определение обозначает признак предмета, который он поясняет. Чаще всего определение выражено прилагательным и подчеркивается волнистой линией. Давайте еще раз обратимся к отрывку стихотворения Сергея Есенина. «Черемуха душистая, с весною расцвела». В этом предложении подлежащее и сказуемое мы с вами уже нашли. А есть ли в этом предложении слово, которое поясняет существительное, дополняя его каким-либо признаком? Конечно, есть. Это слово «душистое». К какому существительному относится это слово? Какое существительное поясняет? Существительное «черемуха». Это «черемуха душистая». Зададим вопрос. Черемуха какая душистая? Душистое – это определение, выраженное именем прилагательным и подчеркивается волнистой линией. Давайте рассмотрим с вами следующий текст. Наступило утро. С реки потянул ветерок. Выплыло солнце. Стайка грачей подлетела к березке. Вся природа радуется весне. Ребята, я думаю, что вам понятно, о чем идет речь в этом тексте. Мы понимаем, что утро. Мы понимаем, что солнце встало. Мы видим березку, грачей. Я предлагаю вам дополнить этот текст следующими словами. Свежий, веселых, ранние, ясные. Подумайте немножко, как можно эти слова писать в предложение. Смотрите, что получилось у меня. Наступило раннее утро. С реки потянул свежий ветерок. Выплыло яркое солнце. Стайка веселых грачей подлетела к березке. Вся природа радуется весне. Ребята, вам понравился текст? Вы заметили, что он стал ярче, интереснее? Вы можете представить эту картину. Ну, а теперь давайте рассмотрим первое предложение. Наступило раннее утро. Найдем грамматическую основу. О чём говорится в предложении? Что? Утро. Утро – это подлежащее. Что говорится об утре? Утро что сделало? Наступило. Наступило – это сказуемое. А теперь посмотрите и скажите, есть ли в этом предложении слово, которое дополняло бы наше существительное утро? Дополняло бы его каким-нибудь признаком? Да, это слово раннее. Утро – раннее. Зададим вопрос от подлежащего. Утро какое раннее? Раннее – это определение, мы подчёркиваем его волнистой линией. Рассмотрим ещё одно предложение. С реки потянул свежий ветерок. Также начинаем с грамматической основы. О чём говорится в предложении? В ветерке. Что о нём говорится? Что он потянул. Ветерок потянул – это грамматическая основа. А есть ли в этом предложении слово, которое обозначало бы признак и отвечало бы на вопрос «какой?»? Совершенно верно! Это слово «свежий». Оно поясняет слово «ветерок». Дополняет его. Зададим вопрос. Ветерок какой? Свежий. Свежий – это определение, выраженное именем прилагательным. Подчёркиваем – волнистой линией. Ребята, мы с вами сказали, что определение отвечает на вопросы «какой», «какая», «какое», «чей». А теперь давайте рассмотрим пример, когда определение отвечает на вопрос «чей». Вот вам предложение. Мои цветы улыбаются солнышку. Найдём грамматическую основу. О чём говорится в предложении? Что? Цветы – это подлежащее. Что говорится о цветах? Цветы что делают? Улыбаются. В этом предложении есть местоимение «мои». Оно обозначает принадлежность. Зададим вопрос от существительного. Цветы чьи? Мои. Мои – это, ребята, определение, выраженное местоимением. Итак, мы с вами познакомились с понятием «определение». Мы провели наблюдение над ролью определения в речи и учились находить определение в предложениях. А теперь послушайте домашнее задание. «Зелёным ковром покрылась земля». Ребята, а что значит «зелёным ковром покрылась земля»? Что это за ковёр? Вы правильно догадались. Это молодая травка, которая появилась весной. Я предлагаю вам следующее. Дополните это предложение ещё тремя-четырьмя предложениями, так, чтобы предложения были взаимосвязаны. И у нас получился текст о весне. В предложениях, пожалуйста, найдите главные члены предложения и определения. Постарайтесь, чтобы у вас в тексте было много определений. Тогда ваш текст будет красочный и яркий. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»